Врач-ученый, научный популяризатор Павел Хаснулин добежал к нам в студию в буквальном смысле. Он молодец. Приветствуем вас. Мы ждали. Итак, по поводу новостей. Сразу переходим к сути научных новостей, которые мы вроде как примерно поняли, о чем речь, но все-таки хотелось бы попроще. Что, зачитаю еще раз? Давай. Ученые разработали улучшенный костный каркас. Современная наука вполне успешно продвигается в область инженерии костной ткани, чтобы иметь возможность заменять поврежденную кость. Это понятно, да? Да. Искусственные кости делают, так? Не совсем. Делают некие устройства, которые способствуют росту своих собственных костей. Вот об этом именно эта новость. То есть есть специальные химические составы, в данном случае, когда идет речь об этой разработке, специальные химические составы, которые способствуют росту своей собственной костной ткани. А вот этот каркас потом куда дается из своего человека? Он не растворяется, он состоит из тех же самых веществ, из которых состоит кость. Он становится частью твоей собственной кости. Да, все так и есть. И она крепче и лучше, чем обычная кость? Насчет крепости и лучшести здесь... Ну, смысл в том, что кость должна восстановиться. И самое главное, это должна восстановиться ее структура. То есть, как раз, как написано в новости, проблема в том, чтобы подобрать искусственный материал, идеально совместимый с телом человека и при этом износостойкий. То есть я так поняла, что кость какая-то супердолговечная. И что лучше бы, чтобы у нас все тело состояло из таких костей? Ну, на самом деле нет, потому что супердолговечность зависит от... Так как организм это достаточно сложная структура и, собственно, все в нем взаимосвязано, то и структура кости, она в том числе зависит от многих факторов. И вот те материалы, которые используются... Ну, там, на самом деле, в основном кремний, на основе которого используется эта технология. Вот, то есть оксиды кремния, они входят в структуру нормальных костей, могут входить... Незапористый оксид кремния. Да, да, да. Незапористый, это что такое? А также полипирол, желатин, гидроксиапатит. Гидроксиапатит, да, но это... Мы ничего не видим. То есть, вот еще какое уточнение. То есть раньше те каркасы, которые делали до этой инновации, они были какие-то менее стойкие, и что с ними случилось? Нет, дело не в этом. Раньше, то есть обычная технология реструктуризации кости подразумевает собой либо внедрение каких-либо металлических, тяжеродных элементов, да, штифты, там, спицы и так далее. То есть это все чужеродные. А теперь этого нет. Теперь предполагается, что эта технология позволит сделать все, будем так говорить, естественным способом. То есть мы внедряем всего лишь вот эти вещества, там они еще содержат антибиотики для того, чтобы противостоять развитию инфекции сразу же в ране. И все это прекрасно переходит в ту структуру кости, которая и должна быть. Это очень круто. Да. Они еще добавили антибиотик. Да, да, ну вот я и говорил, что... Так вот про это и сказал Павел, чтобы избежать инфекции. Ну хорошо, мы поняли. Но это новость федерального уровня, и может быть вы в этом подкованы лучше, чем мы. Наши ученые, может быть, Академгородка, там, Наукограда Кольцова, в общем, сибиряки как-то в последнее время тоже вложились в вот эту область протезирования, каркасов. Ну, насчет протезирования я в Сибири ничего не знаю нового, ну, может, просто плохо изучал вопрос. Было много новостей про биопротезы. Да, сейчас очень много новостей про биопротезы, про бионические протезы, но это все пока еще такая довольно плохо изученная тематика. Поэтому для... Что вообще такое для слушателей по-простому биопротез? Биопротез это, ну, то есть протезы основаны на биологических тканях, на органических веществах, да, что-то типа того. Но они могут быть разные, они могут быть внешние, они могут быть внутренние, но смысл в том, что они совместимы с тканями организма и, соответственно, не должны после заживления изыматься. Но это, в общем, не такая активная область для сибирской науки. Это еще пока, может быть, не столь освоенное. А вот из новостей того, что происходит в Сибири, я бы хотел отметить, на этой неделе состоялась презентация сибирского суперкомпьютерного кластера. Вот, и, может быть, в одной из следующих передач мы сможем пригласить представителя этого кластера и представить, что такое суперкомпьютеры, зачем они нужны у нас тут в Академгородке. Дополнительная техника у нас на передовом уровне, насколько я понимаю. Хорошо. Еще по поводу каркасов, так, последний вопрос немножко задам, если вы не против. Вот меня интересует будущее. Если сейчас научились делать вот такое, чтобы какие-то инородные вещества становились частью твоего тела и, ну, в общем, состав практически идентичен человеческому, то что будет дальше вообще? Будем ли мы, как в фантастических фильмах, заменять свои органы на искусственные, чтобы дольше они сохранялись? Да, вопрос хороший. На самом деле, современная наука ближе идет к тому, чтобы свои собственные ткани выращивать. То есть сейчас очень много технологий направлено на выращивание из стволовых клеток собственного организма, то есть ткани новые. Это никаких побочных эффектов? Нет, конечно, это не вызовет никаких побочных эффектов, потому что это ваши собственные ткани. Значит ли, что если они выращены искусственно, ну и что, что они мои, они же их специально вырастили, они сами вырастили, но что это значит? Это все равно будет какие-то иметь последние? Они будут более долго сохраняться? Нет, они просто будут здоровыми тканями вашего собственного организма. То есть это убережет их от разрушения? Это обеспечит их нормальное функционирование. Да, это уже позволит заменить те, которые вышли из строя в результате нездорового образа жизни. Да, взяла печень, хоп, и как флешку, хоп, новую поставила, и все нормально. Видите, какой гуманитарий вообще чего-нибудь соображает? Перейдем все-таки еще к местным новостям. У нас есть уже второй повод обратиться к вам за помощью. Изомеры воды с различающимися протонами исследуют сотрудники Института автоматики и электрометрии Сауран. Правильно я говорю? Да, да, да. В природе эти виды всегда перемешаны, ученые рассчитывают получить каждый тип воды, очищенный от другого. Они используют метод широкополосной терагерцовой спектроскопии. Так вот, зачем они ее разделяют? Какая вода с какими протонами лучше? Для чего это? Что это? Почему нельзя дальше смешанную? Да. На самом деле, никакого отношения к тому, что мы используем воду в наших бытовых и хозяйственных целях, это не имеет. Это чисто фундаментальная наука, относящаяся к квантовой механике. И практическое применение ее далеко еще от... Ну, будем так говорить, мы далеки еще от практического применения этих методов. Ну, это... Ну, ведь зачем-то они это сделали. Это делать, это для чего, собственно, вопрос, для чего нужна наука? Наука нужна для того, чтобы познавать мир, для того, чтобы познавать новое. И, собственно, вот это фундамент... Мы пока не нашли применение, но уже нашли как-то здесь. Даже речь идет, вообще не идет о применении, речь идет о том, что мы залезли уже на такие уровни, о которых раньше даже не подозревали. То есть это квантовый уровень существования... Это как расщепить атома. Это не... Нет, мы ничего не расщепляем. Водород, если просто упростить, водород состоит из протона и электрона вокруг него вращающегося. Так вот, у протонов есть так называемые спины. То есть это, ну, условно говоря, вращение. Он может вращаться в одну сторону, либо в другую сторону. Спиннера. Да, ну, что-то типа. Однокоренное слово, по крайней мере. Так вот, собственно, речь идет о том, что два типа вращения существуют у протоноводорода. И вот изомеры воды могут существовать либо вращающиеся в одну сторону, ну, так как в молекуле воды, вы знаете, содержится два атома водорода и один кислород. Так вот, эти два атома водорода, протоны, их могут вращаться либо в одну сторону, либо в противоположную. И, соответственно, вот это и есть изомеры воды. Свойства этой воды еще предстоит изучать. Но, по крайней мере, сейчас ученые, вот, Новосибирский и Томский, это совместный проект новосибирских и томских ученых, они, соответственно, нашли способ, которым можно определять эти изомеры. Но, поскольку мы из воды... Поскольку мы из воды, и вообще наш земной мир состоит из воды, а, собственно, вся Вселенная состоит в основном из водорода, то это впоследствии может оказать какое-то влияние на... Какую-то помощь. Естественно. Слушайте, ну, а мы можем так пофантазировать и предположить, если все-таки разделить на бытовом уровне, вот, прям, в стакане воды, ну, два стакана воды, одна с такими изомерами, другая с другими, она будет чем-то отличаться или нет? Скорее всего, макроскопически мы этого никак не заметим. И мы узнаем. А вот, да, а вот как они будут взаимодействовать там внутри с другими веществами? Может, какие-то у них появятся свойства? Ну, это возможно, теоретически. В общем, нам, простым людям, которые пьют воду из-под крана или из бутылки, нам это не страшно. Да, не заморачиваться. Вообще не заморачиваться по этому поводу. Вот спасибо Павлу, вот молодец. Спасибо большое, Павел Хаснулин, врач-ученый, научный популяризатор, основатель проекта Science, был у нас в гостях, все популярно объяснил, все просто, кажется. Да, конечно, элементарно. Спасибо, Павел. Пожалуйста.